Продолжение следует... 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 От открытия производства на нефтеприобретающих заводах до конца марта он дорожал. В этом году подорожания не было. Есть, скажем, и позитивные примеры. Что касается остальных материалов, даже там, где поставщик стоимость материала не поднял, подорожала логистика, подорожала стоимость доставки материала. Я говорил, да, потому что у нас подорожала очень сильно резина, комплектующие на технику, запчасти. Соответственно, перевозчики были вынуждены цену поднять. Не глобально там подорожание составило на перевозку пока в пределах 10-15%, но сейчас анонсируют, что вот как раз апрель, время закрытия дорог в территориальных Алтайском крае, все перевозчики находятся в стадии ремонта, и сейчас уже они говорят о том, что вот мы теперь четко пересчитываем уже себестоимость машин с ценами на ремонт, которые вот сейчас они выполняют, и говорят о том, что еще подорожание будет в мае, также примерно на 10 примерно процентов перевозок. Ну а в стоимости материала перевозка это практически половина. То есть половина материал, половина перевозка. То есть можем говорить о том, что в мае, видимо, по отношению к прошлому году, в целом материалы вырастут тоже на 10-15%. Ну вот цены, получается, растут и растут. Что делать подрядчикам, если не уложатся в сметы? Есть такие риски? Риски есть. На каких-то объектах они более ярко выражены, на каких-то менее ярко выражены, потому что, опять же, объекты разные. Есть объекты свежие, которые только-только посчитаны, и они более отражают реалии рынка. Есть объекты старые, двух-трехлетней давности. Механизмы для пересчета на федеральном уровне приняты, и они действуют. Это и 46-й федеральный закон, это постановление 13-15, которые распространяются на объекты с четким механизмом, понятным, как пересчитывается, как проходится повторная экспертиза. Пока этим механизмом активно в прошлом году, они были приняты в том числе и как противопандемийные, пользовались наши коллеги-строители, в этом году активно начали дорожники пользоваться, но пока результатов нет, мы пока все в процессе. То есть есть и по федеральным объектам, и по территориальным объектам примеры, где сейчас находимся в стадии пересчета смет вместе с заказчиками. Ну, посмотрим, какой будет результат. Надеемся, что он будет положительным. То есть перерасчет возможен, но пока не факт? Он возможен, но механизм есть, но реализация этого механизма, там все равно в любом случае есть определенная процедура бюрократическая, достаточно обоснованная, потому что не просто я захотел, и стоимость объекта должна вырасти. Это надо доказать, что она действительно выросла, по каким позициям, и эти позиции почему необходимо пересчитать. Поэтому вот механизмы есть, скажем так. Ну, как реализовываться, будем посмотрим. А если не удастся доказать, возможно ли срывы сроков объекта? Я думаю, нет, потому что здесь опять же, понимаете, если не удастся доказать, что цена выросла, от того, что ты объект затянешь, ну, ты еще более ухудшишь состояние предприятия, как говорят, да, то есть проще, быстрее, наоборот, объект сделать и перейти к более маржинальным, более отражающим реалии рынка объектам, нежели затягивать объект. Чем дольше объект делается, тем он дороже по себестоимости для подрядчика, поэтому... Подрядчикам это просто невыгодно? Это невыгодно, это неинтересно. Здесь тогда уж больше механизму вопрос работы с заказчиком, ну, коль не удалось перечитать, может быть, есть тогда смысл расторгнуться, да, и потом каким-то образом уже объект переторговывать. Ну, это, опять же, это уже конкретные примеры конкретных объектов и конкретных договоров. То есть здесь прогнозировать это нет. Но пока такого риска нет, что из-за повышения цены какие-то объекты сорвутся. Вот вчера в нашем эфире вышел сюжет о строительстве, развязке на пересечении Зменогорского тракта и Южного. Масса комментариев от барнаульцев о том, зачем строить такие объекты в такое время, да там, где еще нет пробок. Но вот меня больше волнует сейчас несколько другой аспект. Скажите, может быть, есть необходимость сейчас в это время вообще некоторые объекты сдвинуть на какой-то период? Ну, давайте по порядку. Что касается, значит, в целом объекта развязки Зменогорский, Южный тракт, там, Ленточный бор. Что значит, там сейчас нет пробки? Ну, давайте доведем ситуацию, как с Ленинским проспектом. Ну, наверное, если бы лет 10 назад был в каком-то виде построен дублер путепроводом, у нас бы сейчас не стоял так острый вопрос, что необходимо существующий путепровод закрыть для реконструкции. Поэтому, наверное, когда уже подпирает так, что надо строить, и плюс еще стройка своей вызовет затруднение движения, но это уже поздно. Все-таки такими масштабными проектами надо заниматься на перспективу. Как пример, даже та же улица Власихинская между Попово и Павловским трактом. Когда ее в 2008 году вводили, ее можно было проехать в любое время дня всю и не встретить ни одного автомобиля. А сейчас это полноценная городская улица, застроенная со всех сторон жилыми зданиями. Поэтому такие объекты, они строятся на перспективу. Сейчас нет пробки, она когда-то все равно будет. Автомобилизация семимильными шагами идет население. Что касается, почему сейчас этот объект, как и ряд других, финансируется за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Дало правительству Российской Федерации возможность Алтайскому краю использовать федеральные бюджетные средства для реализации таких масштабных проектов, пользуемся. Мы не отвлекаем средства краевого бюджета дополнительные, которых у нас и так на наш дорожный фонд, он хоть и большой, но не хватает на текущие вещи. За счет федеральных средств построим большой хороший объект, который будет служить жителям и гостям города долгие-долгие годы. Это в любом случае позитивно. И этот узел, он разошьется, опять же, на большую перспективу. Такие объекты не строятся решить локальную проблему. Что касается синхронизации с возможной реконструкцией путепровода на Ленинском проспекте, здесь этот вопрос городская администрация совместно с Минтрансом Алтайского края прорабатывали. В 2022 году, в принципе, по развязке ленточный бор, там будут выполняться работы практически без ограничения движения, поэтому в 2022 году точно никаких рисков не будет. Ну а в 2023 год уже будет заказчик синхронизировать работы так, чтобы ускорить работы по Ленинскому проспекту. А узел именно ленточного бора, ну, смотреть по потокам, как они будут формироваться, в какое время, там, возможно, и разные же механизмы организации движения, там, и с реверсом, и с прочим-прочим, чтобы минимизировать еще и дополнительную проблему и нагрузку на тех жителей, которые будут вынуждены объезжать Ленинский проспект через ленточный бор или через базовую заимовку. Безотносительно этих двух объектов, то есть путепровода на Ленинском и развязки на Змейногорском, в принципе, какие-то крупные проекты, вот есть смысл сейчас переносить? А переносить, опять же, как? То есть, есть понятная бюджетная роспись, да, что называется, есть сумма денег в бюджете Алтайского края, в федеральном бюджете, направленная на реализацию программ. Что значит перенести? А вдруг денег не хватит, затянется все? Пока таких рисков не предвидится. Второй момент. Отрасль на сегодняшний день работает. Хорошо, мы какой-то объект переносим, а там мощности, те мощности, которые были должны быть загружены, мы их чем займем тогда? По домам людей распустим. Поэтому я считаю, что здесь ничего переносить не надо. И, по крайней мере, на сегодняшний день дорожная отрасль одна из самых стабильных, наверное, в плане понятия объемов, понимания объемов на этот год, на следующий год. С большим штатом специалистов, которые получают достойную стабильную заработную плату. И поэтому здесь, я думаю, трогать не надо. Не надо накачивать дополнительно деньгами массово. Здесь тоже есть определенные пределы мощностей текущих. Но и резать ничего не надо. Сейчас все дорожники Алтайского края, по России, насколько я знаю, с коллегами общаюсь, работают именно в плановом, нормальном режиме. Пусть все идет, так ли? Пусть все идет. Будем объекты строить. Объекты, тем более, строим, которыми пользуется все общество полностью. Вы сейчас сказали, что дорожная отрасль, в общем-то, она на плаву достаточно устойчива пока держится. И, тем не менее, на Ваш взгляд, какие-то меры по поддержке этой сферы нужно принимать еще на федеральном уровне? Нужно. Мы их озвучиваем. Здесь есть ряд мер, которые уже приняты, в том числе на федеральном уровне принята возможность увеличения авансов до 80% от стоимости контрактов. Есть меры по снижению нагрузки в плане того, что если контракты с авансом менее 50%, то и с применением казначейского сопровождения есть возможность не заказчику применять меру по привлечению банковской гарантии, то есть на обеспечение выполнения контракта. То есть снижение бюрократических механизмов, снижение нагрузки на исполнение контракта финансовой, это все на уровне правительства прорабатывается. Конечно, то, что хотелось бы еще видеть, к сожалению, за ростом ключевой ставки автоматически были пересчитаны все ставки по кредитованию. Участие коллег, насколько я знаю, были пересчитаны ставки по договорам лизинга. Это очень сильно, конечно, бьет по себестоимости. Мы, к сожалению, не можем себе позволить Роско жить без кредитов. Для того, чтобы наш достаточно краткий летний сезон пройти хорошо, стабильно, без напрягов, мы вынуждены практически весь зимний период заготавливать материалы, за них рассчитываться за счет кредитных средств. Ну и такие ставки, они очень больно бьют. Поэтому, наверное, вот если бы была возможность, ну, либо снижение ключевой, что в целом для всего общества, наверное, было бы успеем это очень позитивно. Но хотя бы для нашей отрасли, для поведения каких-то льготных ставок кредитования, это было бы, конечно, здорово. Многие эксперты предрекают понижение цен на нефтепродукты. Ну, вот, правда, пока этого не наблюдается у нас. Вы этого ожидаете? Ну, я привел пример, что вот битум, это тоже нефтепродукт, при стандартном росте за период марта от 3 до 5 тысяч рублей за тонну, в этом году не подорожал. С точки зрения годовой экономики, это, в принципе, можно считать как снижение. Вот, конечно, я, как и потребитель личного автомобиля и, соответственно, топлива, как человек, как и руководитель предприятия, понятно, снизится цена на ГСМ, ну, все только обрадуются. И как и в плане личного кошелька, так и в плане кошелька предприятия. Поэтому, если ГСМ будет снижаться, я думаю, ну, точно ни у кого, ну, кроме, может быть, только нефтяников, не возникнет вопроса. Спасибо большое за ваши ответы. До свидания.